Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В странную весну город периодически накрывают снегопады. Уборщики и техника работают ежедневно. Только за последние сутки на очистку улиц от снега вышли 500 человек. На полигоны отправили около 8,5 тысяч тонн снега. Временное прекращение осадков не стало поводом для передышки служб облагоустройства. Наоборот, работу активизировали. В этом убедился Сергей Кизоркин, который наблюдал за очисткой улицы Шверника. Водитель Бабката, так называется это маленькое чудо техники для уборки тротуаров, Петр Денисов выходит на работу как на праздник понимает. От того, как он сработает, зависит комфорт и безопасность пешеходов. На чистом асфальте упасть сложно. Сегодня у Петра ответственный участок. Очищает тротуар от снега на улице Шверника рядом с детской больницей. Подметать надо и ковшами чистим, подсыпаем. Солнечные, все остальные там, все спросики. Стараемся, конечно, в первую очередь, где школы, в первую очередь, доступ. Пешпереходы, больницы также. Помогают механизаторам и дорожные рабочие с лопатами. У них более ювелирная задача доделать то, с чем не справилась техника. Фронт работ на улице Шверника порядка 300 метров. Дорога с интенсивным движением соединяет Новосадовую и Солнечную. Здесь идет комплексная очистка от снега и льда, парковочных мест, приладковые части, тротуаров, пешеходных переходов и ограждений. За эту зиму отсюда вывезли порядка 100 тонн снега на спецполигоны. На улице Шверника будем работать до конца смены. Постараемся максимально вывести снег. В данный момент работает 4 дорожных рабочих, один погрузчик, 4 самосвала и один вовкат по тротуарам. После очистки дороги и тротуары обрабатывают антигололюдными реагентами, чтобы не было накатов. За всеми процессами уборки строго следят представители городского дорожного хозяйства. Сотрудники профильного муниципального учреждения днем и ночью приезжают с проверками, фиксируют результат труда дорожных рабочих. К улице Шверника особое внимание. Она была отремонтирована в рамках нас проекта в прошлом году. Дороги у нас обработаны, расчищены. Пока не на всю ширину, но это все еще в работе. Тротуары также у нас обработаны, прометут и будет комфортно передвигаться. Тротуар будет расчищен у нас до покрытия. Объезды проходят совместно с представителем подрядчика. Все нарушения отображаются в предписаниях. Дается срок устранения 1-2 дня. Местные жители довольны тем, как убирают от снега обновленную улицу Шверника. Выполняется весь технологический цикл работ. Чисто, вполне себе сделано. В прошлом году сделали улицу саму, отремонтировали. Вполне себе устраивает, меня устраивает. Подрядчик старается работать оперативно и качественно. Ведь если контролер обнаружит недостатки, придется вновь выходить и приводить улицу в порядок. Еще одна немаловажная задача – бережный подход к элементам благоустройства. Особенно обновленным, чтобы они прослужили горожанам как можно дольше. Каждый из них во время объездов находится на контроле. Снегопады этой зимой не дают расслабиться. Уже март об уранной метели продолжаются. Только за последние сутки из города вывезли 8,5 тысяч тонн снега. По прогнозам синоптиков, осадки могут продлиться с разной интенсивностью до середины следующей недели. Дорожные службы на готове. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Продолжают освобождать от снежного плена и крыши многоквартирных домов. Работы проводят в каждом районе города. Кто должен убирать наледь с кровли и следить за чистотой, выяснила наша съемочная группа. Весной, когда снег на крышах начинает таять, особенно важно своевременно проводить очистку. В Советском районе коммунальные службы задействовали 23 бригады для того, чтобы убрать снег и наледь с крыш многоквартирных домов. После выпадения осадков мы очищаем весь жилой фонд полностью. Мы уделяем больше внимания, конечно, скатным кровлям. Опасно для жизни жителей. А вот за чистотой своих балконов жители должны следить сами. Контролируют очистку представители администрации города. Объезды внутри дворовых территорий проходят регулярно. Есть закрепленный законодательно норматив. На кровле снежная шапка должна составлять не более 30 сантиметров. Если по результатам объезда мы видим, что кровля очищена не в полном объеме, это приравнивается к невыполненным работам. И также на данную управляющую компанию составляется материал для привлечения к административной ответственности. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Самары, сегодня в целях организации своевременной очистки кровель. В Самаре сформировано 111 бригад. За завтра к работе планируют приступить 116. Материалы оформляются, направляются как в органы прокуратуры, так и в государственную жилищную инспекцию, для того, чтобы те управляющие компании, которые не принимают меры, либо принимают их несвоевременно, чтобы они были наказаны. В Самаре с начала зимнего периода составили 431 протокол. В перечень нарушений вошли материалы, касающиеся некачественной или несвоевременной очистки преддомовых территорий внутри квартальных проездов. Всего на сегодняшний день в госжилинспекцию направили 271. Материал в прокуратуру 392. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Максим Гусев. События. В Самарской области жители смогут выбрать территории, которые преобразятся в следующем году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Онлайн-голосование на новой платформе 63.городсреда.ру пройдет с 26 апреля по 30 мая. В список попадут объекты 11 муниципальных образований региона. В Самаре за последние два года преобразились Ерикпарк и сквер Речников в Кубишевском районе, бульвар на Авроре и на улице Мичурина, сквер Невского в Кировском районе, сквер Овчарова в Красноглинском, сквер Фадеева в Октябрьском районе, Крымская площадь, сквер у собора Кирилла и Мефодия, а также бульвар Металлургов. В этом году тоже большой фронт работы по благоустройству общественных территорий, самая масштабная реконструкция вертолетной площадки. Об этом в прямом эфире телеканала «Самар ГИС» рассказала глава города Елена Лапушкина. На 2021 год у нас прежде всего закончить вертолетную площадку. Мы ее начали в 2020 году. Она у нас тоже на два этапа была разбита. Я очень надеюсь, что вертолетная площадка получится та, которую ждут люди. Мы старались ее максимально насытить, чтобы было удобно всем. И родителям с детьми, и людям, которые просто приходят погулять на этой территории. Это и молодым людям, и молодоженам. Но самое главное, мы постарались сохранить изюминку этого места, чтобы никоим образом эта площадка не отвлекала от себя самого главного вида на нашу роскошную реку, на наши Волжские берега. Оттепель позволила дорожным службам приступить к ямочному ремонту. По поручению главы Самары, в первую очередь, нужно заделать самые опасные участки. Ремонт будет вестись круглосуточно. Как улицу Революционной приводит в порядок, увидел наш корреспондент. На улице Революционной кипит работа. Пар стоит столбом. Дело в том, что здесь горячей асфальтовой смесью заливают ямы на дороге. Технология простая. Сначала ямки придают правильную геометрическую форму глубиной 5 сантиметров. Затем из нее удаляют воду и грязь. В финале заливают специальный раствор. Самое быстрое – через полчаса по уже ровной дороге можно смело ехать автолюбителям. Чем больше формы ямы, грубо говоря, там 2 квадрата, 3 квадрата, то она, соответственно, до часа доходит до застывания ее. А если меньше, то, конечно же, она застывает быстрее. Мы ее, конечно, стараемся огородить каким-то механическим способом, чтобы, ну, потому что она горячая, потому что колесо проедет, грубо говоря, и она сразу ее все выталкивает. И поэтому необходимо, чтобы она хотя бы загустела. Технология позволяет это делать в такую погоду. Аварийный ямочный ремонт можно проводить уже при 10 градусах мороза. В первую очередь будут приводить в порядок улицы Революционная, Белорусская, Нагорная, Вольская, Тухачевского, Ракетовское шоссе и путепровод на физкультурной. Такую задачу поставила глава города Елена Лапушкина. Предприятия, которые обслуживают дороги в рамках заключенных контрактов по содержанию, приступили к выполнению работы по аварийно-ямочному ремонту, ультой, амкосфортно-бетонной смесью. Всего у нас до конца марта в планах выполнить ремонт почти 11 тысяч квадратных метров. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, муниципальные контракты на содержание уличной дорожной сети, в том числе проведение аварийно-ямочного ремонта, заключены со специализированными организациями еще в декабре прошлого года. Благодаря этому, как только позволили погодные условия, стартовал данный вид ремонта. В переходе с зимнего периода на весенний происходит большое количество переходов через ноль. Переход через ноль – это такой строительный термин, подразумевающий под собой перемену температуры с положительной на отрицательную. Днем тает, все, образуется вода, вода попадает в ямы, ночью она замерзает, все знают принципы льда, что лед имеет свойство выдавливать, то есть разрушается фактически из-за маленькой какой-то выкрашины, это превращается в большую яму. За смену, по крайней мере, за сегодняшнюю планируется выполнить, снять аварийность примерно на этих улицах на площади 250 квадратных метров. Пять мобильных установок по заливке асфальтобетонной смеси сейчас работают на дорогах города. Большинство ям заделают ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но где участки требуют немедленного вмешательства, ликвидируют ямы и днем. Ремонтные организации и асфальтовые заводы к работе подготовились заранее. Как только погода позволила, городские дороги немедленно оккупировали ремонтные бригады. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 273 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 49 355 человек. Такие данные 3 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 292 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 45 576 пациентов. В Самаре снизился процент заболевания коронавирусом, но говорить о стабилизации пока рано. Профилактические меры ослаблять нельзя. Ситуацию обсудили на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19 под председательством первого заместителя главы Самары Максима Харитонова. В области продолжается вакцинация населения. Главы внутри городских районов отчитались на совещании о направлении сотрудников организации в медучреждении. Прививка добровольная и бесплатная. Записаться можно дистанционно через госуслуги или по номеру горячей линии 122. Мы создаем листы ожидания людей, которые готовы вакцинироваться. Это дает нашим медикам возможность правильно распределить вакцины. Если в одном районе будет там три человека желающих, а в другом там тысяча, ну понятно, что так будет распределяться вакцина. Мы создаем с вами списки, листы ожидания людей, готовых вакцинироваться. Тем самым даем медикам возможность для правильного распределения своих ресурсов. В транспорте, торговых центрах и других общественных местах продолжает действовать масочный режим. Ежедневно проходят проверки. Кроме того, регулярно обрабатывают подъезды многоквартирных домов. Впереди у нас экономический блок новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного сегодня в новостях экономики? Интернет-ритейлеры рассказали, какие товары пользуются популярностью в преддверии 8 марта, а Ростуризм будет поддерживать каршеринговые путешествия по стране. Но сначала узнаем, куда направят средства областного бюджета. Бюджет Самарского региона пополнился на 4,5 миллиарда рублей. Это безвозмездное поступление из федеральной казны. Их направят на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, оснащение объектов спортивной инфраструктуры и поддержку товаропроизводителей. В целом, 70% регионального бюджета пойдет на социальную сферу. Опекунам и приемным родителям в Самарской области обнулили транспортный налог. Соответствующий закон приняли региональные парламентарии. До этого дня льготой пользовались многодетные. Они не платили налог на автомобили мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Новая мера поддержки затронет почти 300 семей регионов, которых воспитываются в общей сложности около 900 детей. Нулевая налоговая ставка будет распространяться на одно транспортное средство в семье. Таким образом, владельцы легкового автомобиля с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил сэкономят около 2,5 тысяч рублей в год, а обладатели микроавтобусов – около 4,5 тысяч. При этом семьям не нужно самостоятельно собирать бумаги для налоговой службы. Сотрудники сами затребуют необходимые сведения и добавят льготников в реестр. Ростуризм будет поддерживать каршеринговые путешествия по стране. Это даст возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места. Или, например, организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Каршеринговые сервисы уже начали продавать долгосрочную аренду своих автомобилей с возможностью путешествовать по России. А тем временем продажи сковородок и фенов для волос выросли в несколько раз в последние недели февраля. Это данные крупнейшего российского интернет-ритейлера. В пять раз выросли заказы на кремы и бьюти-боксы, а также наборы косметики. Ритейлеры отмечают, что в шесть раз увеличились продажи мягких игрушек. Самыми популярными стали плюшевые мишки и зайцы. Среди ювелирных изделий самыми популярными в преддверии Международного женского дня стали серьги, кольца и подвески. Продажи этих изделий увеличились в четыре раза. Официальный курс доллара на 4 марта – 73,52 рубля, доллар снизился на 1 рубль и 6 копеек. Евро – 88,87 рубля, европейская валюта потеряла 70 копеек. Нефть марки «Брент» – 63,95 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Военнослужащие Центрального военного округа впервые провели в Самарской области учение, где весь личный состав был в новейшей автономной экипировке с электрообогревом. Она надевается на белье под штатную экипировку, обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движений военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности. В новой экипировке разведывательные группы отработали элементы выживания и скрытности на поле боя, совершили многокилометровые марши, провели засаду, отработали налет на колонную техники и захват ценных документов. Уникальным явлением русской культуры назвали новую экспозицию в областном художественном музее. К 170-летию Самарской губернии музей принял полотна Сызранской школы иконописи. Она активно развивалась с конца 18 века до 30-х годов 20-го. Об уникальных работах Сызранских мастеров репортаж Ольги Павловой. 1833-й. То есть, вы представляете, какого времени вот этот припорт? Экскурсию по небольшому залу художественного музея для министра культуры Самарской области проводит Игумен Марк. В экспозиции 40 уникальных церковных полотен, написанных художниками в конце 19-го, в начале 20-го века. Сызранская школа иконописи прекратила свое существование в 30-е годы прошлого столетия. Интерес к иконам у людей появился вновь только в эпоху возрождения церкви. Но не только древние иконы 19-го, начало 20-го века здесь представлены. Здесь мы и видим уже иконы, созданные в 21-м столетии. То есть возрождается сама школа иконописи, традиция, которые практически были утеряны. Самым известным представителем школы был уроженец Сызране Александр Бочкарев. Его иконы отличались свежестью красок, мягкими цветами, плавными переходами от цвета к тени. А изюминкой был белый фон, на котором он писал лики святых. Своим творчеством Бочкарев прославил Сызрань на всю Россию. И в 1896 году был удостоен награды от императора Николая II. Часть иконмастера представлена в экспозиции, а также есть в фонде Сызранского краеведческого музея и молитвенном доме Старообрядческой общины. У нас есть замечательная возможность прикоснуться к истории Сызранской школы иконописи. Аналогов этому письму нет вообще нигде. Мы этим очень гордимся. Возродить Сызранскую школу иконописи и сделать ее похожей на прежнюю решил меценат Александр Макаров. Он организовал мастерскую, в которой сейчас работают четыре художника. Они буквально по крупицам постигают секреты и технологию сложного искусства. Возродил эту школу, открыл мастерские, собрал большую коллекцию, частную свою и коллекцию по городу. И вот сегодня мы находимся у такого исторического события, что эта школа теперь будет иметь место в продолжении. Возможность познакомиться с творчеством сызранских мастеров иконописцев появилась у жителей города и региона. Выставка открылась в областном художественном музее Самары и будет работать до 3 апреля. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. Когда душа требует солнца и море, не стоит возражать. Можно купить билеты и отправиться в театр. Действие новой постановки «Нет женщин, нет проблем» разворачивается в солнечной Италии. На премьере побывала наша съемочная группа. Самарцев приглашают в страну самых счастливых людей – солнечную Италию. Именно там по сценарию разворачиваются действия романтической комедии Карла Гальдони «Трактирщица», которая легла в основу постановки «Нет женщин, нет проблем». Зрители нашего сегодняшнего спектакля мы немножко переместим в эту страну. Согреем их, согреем их любовью, согреем их радостью, согреем их праздником, согреем их даже какими-то страстями, чувствами, ревностями. Но скучно на нашем спектакле точно не будет. Он брак женщин. Я не нуждаюсь в их прощении. Бедные женщины. Что они нам сделали? Почему вы так жестоки к нам? История начинается с большой ненависти, но заканчивается большой любовью. Это для нас праздник, и мы хотим подарить этот праздник зрителю, который приходит в зал. Нешуточные страсти можно увидеть в постановке Олега Скивко «Нет женщин, нет проблем». На сцене ДК «Металлург» уже в эту пятницу. Билеты на сайте театра и в кассах города. Гульфия Сафина, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Быстрее, выше, сильнее. В Самаре стартовал ежегодный фестиваль ГТО. В этом году заявки на участие в нем подали 270 человек. В возрастной категории от 6 до 60 лет. Спортивные состязания пройдут 3 и 4 марта во Дворце спорта легкой атлетики. Готовность горожан к труду и обороне проверила Ольга Павлова. Беговая дистанция в 30 метров, прыжки в длину и высоту. В этом году Норма ГТО решили сдать 270 человек. Во Дворец спорта легкой атлетики Евгения Тулаева приехала в свой выходной. Держать себя в хорошей форме необходимо, рассказывает девушка. Спортивной ходьбой и бегом на большие дистанции занимается уже несколько лет. Это очень важно, это очень нужно. Как говорится, здоровым теле – здоровый дух. Поэтому заниматься спортом – это важно и актуально в наше время. По традиции фестиваль ГТО проходит три раза в год – зимой, летом и осенью. В нем могут принять участие всежелающие. В возрастной категории от 6 до 60 лет. Спортсмены сдают нормативы по прыжкам в длину и высоту, бегу на короткие и длинные дистанции, отжимания, стрельбе с пневматических винтовок. В этом году число участников заметно увеличилось. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не позволили провести фестиваль ГТО в прошлом году. Мы очень рады тот факт, что сегодняшний фестиваль собрал максимальную квоту, которая предусмотрена для таких фестивалей – 270 участников. И мы очень рады, что вот этот вынужденный перерыв не повлиял на стремление, на желание наших жителей заниматься физической культурой и спортом. Спортом нужно заниматься обязательно. Если не заниматься спортом, то заниматься хотя бы физической культурой и поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Готовность труду и обороне будут проверять 3 и 4 марта во Дворце спорта легкой атлетики. Самым выносливым подарят памятные значки с символикой ГТО. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. Баскетболисты Самары досрочно за два матча до конца выиграли регулярный чемпионат Суперлиги. В очной встрече подопечные Игоря Грачева одолели прямого конкурента – команду «Темпсумс» у ГМК из Ревды. Подробности напряженного поединка расскажет наш корреспондент. Календарь подготовил Самаре непростое испытание к концу регулярного чемпионата. Сначала волжане героически сражались с третьей командой турнира. Сразу следом свое лидерство надо было защищать и от второго места – клуба «Темпсумс» у ГМК из Ревды. Самарцы встречу начали бодро. Срывка – 9-0. Однако гости быстро выровняли ситуацию, а затем и вовсе вышли вперед. Но стартовый период все равно остался за хозяевами паркета. На данную игру я могу сказать одно, что мы выходили уже с маленьким грузом, который шел после прошлой игры, конечно, эмоциональная победа с «Уралмашем». Очень тяжело собраться потом, очень тяжело. Ты можешь в яичке быть супер готов, но эмоционально, эмоционально ты просто опустошен. Затем на площадке начались качели. Команды поочередно выходили вперед. Лидер менялся каждую минуту, но ни у кого не получалось создать себе комфортное преимущество. Концовку второй четверти чуть удачнее провели гости. Они же и ушли на большой перерыв, ведя в счете 42-44. По ходу третьего периода заводчане увеличили отставание до 9 очков, но волжане этот удар выдержали и постепенно сокращали разницу. Перед заключительным отрезком команды разделяло лишь одно очко – 59-60. «Хорошая игра, я думаю, понравилась очень болельщикам. Поздравляю вас с победой, напряженная игра. Мы же, к сожалению, теряли инициативу, когда несколько раз выходили вперед». Заключительную десяти минутку удачнее начали гости и удерживали Самару на расстоянии 5-6 очков. Вторую игру подряд волжанам пришлось показывать характер и волю к победе. В этот раз команду за собой повел Владимир Печкуров. Он несколько раз вовремя забивал трехочковые броски, которые позволили Самаре выйти вперед на последней минуте матча, за которую хозяева паркета, подгоняемые трибунами, так и не дали заводчанам набрать очки и удержали преимущество. 79-74 – еще одна волевая победа Самары. «У нас сегодня получилось. Бойцовский мы дотерпели, показали опять же бойцовский характер. Спасибо всем. Сегодня у нас вчера были одни герои, сегодня у нас другие герои». Эта победа гарантировала Самаре первое место по итогам регулярного чемпионата. Это значит, что во всех стадиях плей-офф у волжан будет преимущество домашнего паркета. Впереди у Самары еще две встречи – на Сахалине и в Иркутске. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.